Брест, как и вся страна, активно готовится к проведению единого дня голосования, который пройдет уже совсем скоро, 25 февраля. Вчера стартовало досрочное голосование. В числе первых свой голос отдал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский и игроки футбольного клуба «Динамо Брест». Все участки в Бресте основательно подготовлены. Обустроены кабинки для тайного голосования, опечатаны урны, подготовлены списки избирателей. Наблюдатели готовы выполнять свои функции. Отметим, в Беларуси за ходом электоральной кампании на всех ее этапах следят порядка 250 международных избирателей. В стране аккредитованы представители миссии стран СНГ, парламентская ассамблея ОДКБ и ШОС. Сегодня в Бресте на разных участках работали наблюдатели межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ. Они посетили 10 избирательных участков. Замечаний пока не поступало. Участки работают в штатном режиме. Около 10 участков посмотрели сегодня. Ну что я могу сказать? Оценить работу мы сможем, наверное, уже или высказать свое мнение по итогам. А сегодня мы можем только сказать, что все участки открылись вовремя, все участки работают, члены комиссии подготовлены. Вот. Ну что еще? Избиратели идут. Да. Мы посмотрели цифры за вчерашний день. Есть везде на всех участках в соответствии с требованиями законодательства. Эти цифры обозначены. Вот. И, собственно, это говорит о том, что вот именно вот эти цифры говорят о том, что досрочное голосование, оно удобно для избирателей, и поэтому это процесс идет. Вместе с наблюдателями мы посетили несколько избирательных участков, среди которых музыкальный колледж имени Ширмы, Брестско-областное объединение профсоюза в средней школе номер 1 и 11. Эксклюзивный молодой избиратель попал в поле зрения корреспондента. Это учащийся этой же школы Тимофей Шум. Впервые проголосовать, будучи школьником, удается не каждому. Особенность этого момента в том, что, ну, удобно, и, сами понимаете, рос всю жизнь в этой школе, и сейчас делаю в ней такой довольно важный шаг. Я рад, что мне исполнилось 18 лет именно в тот период, когда я могу это сделать еще учащимся в школе. Для меня это очень важно, так как путем голосования мы выбираем того человека, которому мы можем доверить будущее своей страны. Эмоции испытываю я, ну, естественно, чуть-чуть волнения все-таки первый раз, но в основном я горд за то, что делаю такой выбор, который улучшит мою родину. В 11-й школе наблюдатели также ознакомились с документацией, информационными материалами, регламентирующими работу избирательных комиссий, побеседовали с членами и председателями участковых избирательных комиссий. Есть уверенность в том, что в состав комиссии вошли опытные и компетентные специалисты. Голосование прошло по всем требованиям законодательства. И есть уверенность в том, что и в единый день голосования все пройдет на высоком организационном уровне, комфортно и удобно для избирателей. На данном участке проголосовало около 160 избирателей. На сегодняшнее время это составляет 7%. В целом, очень большую активность мы наблюдаем в сегодняшнее время. Наша избирательная комиссия очень слаженно работает, пока вопросов не возникает по организационным моментам. 25 февраля, как известно, это единый день голосования. Мы ожидаем, конечно, очень большой наплыв избирателей, но на сегодняшнее время наша избирательная комиссия тоже полностью готова к этому дню. Очень было много приложено усилий в качестве и организационных моментов. Поэтому я думаю, что мы справимся со всеми трудностями, которые, возможно, нас будут ожидать. Поэтому мы всех будем очень рады видеть в этот единый день. Лариса Осмоловича, Анастасия Милюшкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.